Математикам-алгоритмистам, то есть кроме простого флэсэндраута, значит, сеть подачи питания, оптимальная организация, вот как делается с топологического графа, делается размещение стандартных ячеек, то есть нужно ли объяснять, что такое стандарт сел и какие есть альтернативы, в общем, это то, как в настоящее время делается большинство дизайнов существ, то есть, значит, библиотека стандартных ячеек, стандартно означает, что у нее стандартная высота, в ней устраиваются такие вот ряды, и алгоритмы просиловки работают вместе с ними. В этом самом туле Synopsys IC компания, в нем находится типа между одной тысячей и двумя тысячами внутренних команд, то есть вы там пишете скрипты на тикл, которые просто ставили в 90-е годы, это довольно стандартным языком для использования внутри тулов, вот, и многие из этих команд, это, на самом деле, достаточно сложная программа, вот, и вот они делают такой вот. Потом есть еще такая область проверка правил проектирования после этого всего, есть целые компании, даже целые отделения компаний, которые делают вот проверку окончательных правил, причем, если, скажем, 20-60 лет назад эти правилы были простые, что, типа, если у вас там имеются две дорожки, и они не могут находиться там слишком близкие, иначе возникнуть определенные физические эффекты антенны, то сейчас эти правила остались сложные, вот, и, соответственно, есть вот компания, которая специализируется чисто на приливке этих правил, и это, может быть, одна из интересных вот областей в исследовании. Дальше, значит, у Чарльза-кранщика есть набор слайдов по общей, как происходит производство на фабрике, то есть, как делается, изготавливаются маски, вот, как вот работает степпер, значит, ионная имплантация, вот, экономика оборотки. О, кстати, сколько из вас когда-нибудь были на полуфоробниковом производстве? То есть, ходили в это. Хорошо. В общем, да, я, значит, экскурсию на Макачиповской фабрике в Аризоне, то есть, это довольно интересно, жалко, что там они не просто запрещают снимать, они заставят оставить любые устройства, которые, в принципе, способны снимать до входа туда, вот. Но, фактически, фабрика, это вот расширенная до технологических, до производственных масштабов лаборатория, вот, в которую бы вложено много интеллектуальных усилий, вот, даже такая вот старинная фабрика, как микрочиповская фабрика в Аризоне, она производит очень интересные впечатления, вот, есть, ну, на более свежей, скажем, интелловской фабрике я там же, в Аризоне, я не был, вот. Вот, с помощью HR-затчика вы можете примерно представить, что там происходит. Вот, потом еще после того, как чип произведен, нужно еще сделать его тестирование, что тестирование, а также пэкэджинг, и все это является своими собственными, с своими собственными областями, то есть, есть автоматические тестировающие условки, вот. Ну, и дальше, еще часть дальше касается также тем, что происходит в последние годы. То есть, как вы знаете, вот, за последние много лет, там, я помню, еще, там, больше, чем 25 лет назад говорили, что, типа, процессоры никогда не станут работать быстрее, чем 33 МГц. Вот, ну, то есть, все время отодвигалось вот это время, когда физический ресурс будет исчерпан, вот, но сейчас он действительно приближается к исчерпанию, вот, но и за некоторое время до этого исчерпания возникла, например, технология FinFET, вот, основы которой Чарльз-Датчик тоже объясняет, вот, при этом, частично решается вот эта вот проблема окончания скейлинга, и дальше он немножечко говорит, что может быть в несколько последующих лет. То есть, вот, то, что вы можете посмотреть в следующий понедельник, вот, и в Росстану сказали, что вот первая комната, типа, ну, хоть мы переподняется, а в Никисо вторая, потому что там место должно хватить.